здравствуйте наши уважаемые друзья здравствуйте александр здравствуйте сегодня мы продолжаем нашу программу нашу миниатюру строить сегодня у нас покраска будет я так понимаю да да в этом выпуске мы начнем окрашивать фигурку которую мы собрали в прошлый раз и будет метод у нас альтернативной постройки вот как раз фигурка для вас слева посмотреть альтернативные а вот это да альтернативная значит постройка так ну в общем как значит берем грунтовать мы будем это все вот такой вот красочка это акрил я не буду ни из аэрографа не из баллончика просто покрою ее краской перемешаем немножечко измазались для этого возьмем кисточку чуть побольше здесь у нас приготовлена водичка обычная вода из-под крана берем немножечко красочки на палитру и начнем грунтовать и грунту и грунту сейчас секундочку не телефон вот здесь сейчас секунду алё да здравствуйте андрей ой андрей да 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 все я понял это из из выпуска альтернативной да мы нечаянно взяли вашу фигуру простите андрей это андрей звонил сказал что ты взял его фигуру уважаемые друзья еще один дубль здравствуйте александр здравствуйте уважаемые подписчики продолжаем нашу постройку наши миниатюры и так вот ждет офицер да это та самая фигурка которую мы начали делать в предыдущем выпуске сейчас я расскажу как ее подготовить под покраску ну грубо говоря загрунтовать вот на самом деле грунтовать я не буду я просто акриловой краской положу так скажем базовый слой за который у нас будет цепляться вся остальная краска со вскоре пожалуйста можно сейчас перед началом работы мы скажем так сделаем обзорчик небольшой вот этого бюста который можно конечно мы наши просили да это бюст фирмы altores studio это наш российский производитель фигурка отлита из полиэфирной смолы вот изначально скульпт был слеплен нашим русским российским скульптором вот вам привет ребята вот значит бюст уже покрыт грунтовкой вот этот серый цвет это грунт вот грунт я использую автомобильные от компании хайгир это светло-серый матовый грунт лицо здесь уже подложка сделано под телесные цвета такой нейтрально коричневый цвет дальше как бы будет выкрашиваться уже все это и нету здесь отдельно просто сняты кисти рук так для как бы базового слоя как на который потом мы будем накладывать все цвета я буду использовать вот такой вот цвет я не знаю какого я бы назвал что это бежда красочка это от компании citadel по моему она уже снята эта серия с производства эта серия называется foundation кемри браун так называемый ну вот я его выбрал для базового покрытия из-за его не так скажем нейтрального оттенка цвета вот сейчас мы начнем покрывать этой краской фигуру подготовим под основную раскраску сажаки здесь как здесь кисть обычный колонок такого среднего размера там два с половиной три можно использовать для этого разводится водичкой для обычной водой из крана то есть не критично главное что не добавлять воду в сами краски вот в акриловые там и спирт тоже если вы добавите водки или спирта в акриловую краска неважно это будет там в олега цитадел там тот же пусть будет андреа колорс до в любой акрил если вы добавите спирта или водки или спирта разбавленного с водой то есть вероятность того что эта краска быстрее высохнет так как спирт он быстрее испаряется из баночки вот поэтому не рекомендуется лучше разбавлять чистой водой ну и начинаем покрывать нашу миниатюрку здесь просто мы кроем как типа грунта просто до подготовительный слой чтобы у нас красочка задерживалась потом вот видите да я покрываю акрилом прям по пластику и никаких проблем у нас не возникает главное сделать это разумно да не на ли не заливать большими густыми слоями лучше пускай не будут полупрозрачные тем самым сделаем равномерное покрытие даже если мы кроем из баллона такие вещи покрываем грунтуем так сказать есть вероятность того что из баллончика даже мы быстрее зальем рельеф мелкий на фигуре но вот поэтому ну мелкие можно даже вот грунтовать вручную да вот это не всегда удобно я бы даже рекомендовал наверное грунтовать из аэрографа но грунтовать именно акриловыми красками там либо это будет серая краска по цвету либо черные кому какой грунт больше подходит до для работы кто-то там темными грунтами грунтуют кто-то светлыми грунтами кто даже белым кто-то двумя грунтами сразу для того чтобы поймать светотень сначала покрывается черным грунтом потом такими как оверспреем таким делаются намеки таким наметка на блики на свет да где у нас будет падать свет откуда он будет светить на бюст там или на фигуру вот то там будет уже более освещено и там проще тонировать как бы так не знаю сумбурно как получилось но суть такова и так я уже практически нанес базовый так скажем в кавычках грунтовый слой вот осталось несколько деталей покрыть и я оставлю на несколько минут посохнуть так чтобы грубо говоря произошла полимеризация красочного слоя вот через 10 минут начнем нашу работу дальше на данный момент это выглядит вот так базовое покрытие у нас подсохла и сейчас мы будем покрывать вот таким вот цветом это морфанк браун от цитаделл такой средний коричневый цвет мы будем покрывать все телесные участки да там где у нас ну кожу надо нарисовать рез подложку да это будет как подложка на народ также разводится вся эта краска воду знает все акрила на водной основе а вот ты наносишь на палитру просто краска вот как новичку я наношу вот именно палитру да и здесь смешиваю с водой прямо палитры да да чтобы была необходимая консистенция красить из банки не получится она там очень очень густая просто испортим рельеф если мы возьмем и оттуда положим краску ну и фигурка красится в порядке одевания в общем такая грубо говоря снизу вверх то есть все детали которые ближе туда внутрь мы их красим в первую очередь потому что который на поверхности нам просто к ним подлезать будет проще сажают кисточка какая здесь у тебя номер вот что здесь номер один при выборе кисточки ну нужно брать колонок ну вот и чтобы первой кисти собиралась хороший кончик что там ничего не торчало но если вдруг там какие-то волоски торчат и их можно просто либо срезать либо выдернуть пинцетом например вот это какую-то фирму предпочитаешь или нет самый дешевый но самый дешевый нашего российского производителя не знаю вот это вот это даже не написано просто колонок номер один но кстати говоря кисточка не очень хорошего бывает такое но видимо ворс тут не очень качественные взяли это щетину колонка прокрашиваем все участки здесь не страшно если ты залезаешь нет абсолютно не страшно мы живу в любой момент можем это все перекрыть нас это не пугает никаких проблем он не создает это все равно сейчас базовый слой такой чтобы у нас просто ничего не просвечивала потом в телесном цвете может быть это и не стоит делать но как бы я делаю так но мы никого я не принуждаю дело также как и я я даю как 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 делаю я может быть это кому-то понравится кому-то нет кто-то для себя посмотрев на это как-то переработает это под себя сделает более удобный вариант да это не призыв к действию это не призыв к действиям это один из вариантов просто человек показывает так как делать для если есть желающие такие скажем ну не пишите не надо там гневные комментарии извините я вот еще расскажу что к сожалению только у нас есть вот такое выражение его наверно сам придумал вызывает лошить другого почему у нас такой вот принято на всех форумах не помочь товарищу да там что-то ну да загнобить его его загнобить и опять же это личное мнение каждого кто как работает покажите свои работы если вы хотите уважаемые друзья кстати да если желающие хотите показать свои работы пожалуйста бы готовы приезжайте к нам в студию и мы посмотрим или не только мы и подписчики все не то что мы посмотрим вы покажете что вы умеете как 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 его делайся опытом доски на ваш взгляд лучше и так сашу здесь вот теперь все это это дело как говорится участки тебя участки тела закрашены опять же нам необходимо время на сушку занимает это недолго как высохнет на потому что а еще такая вот хитрость есть некоторые феном пользуются можно феном тогда слои краски или консистенция краски должна быть скажем так более жидкая чем даже сейчас я развел потому что если у нас будет затек в этом месте где сгусток краски там образуется такое как как пустыне сахара когда земля растрескивается да ну вот и вот то же самое произойдет на этом месте куда мы будем ну где затек куда мы будем дуть феном там у нас получится вот так разрыв этого вот затека это будет очень тяжело выводить поэтому ну не стоит если есть возможность обойтись без фена лучше обойтись без фена если нужно работать с феном то соответственно надо готовить выпадает краску определенным образом смешивать чтобы она была пожиже чтобы именно сам пигмент и связующие не затекали густыми такими вот шматками скажем так итак подготовительный базовый телесный так сказать слой у нас уже подсох я просто водичка есть ввожу дальше я смешаю первоначальный базовый оттенок кстати подобного рода видео я выкладывал на своем канале криво ручки т.в. вот там вы можете посмотреть там была роспись миниатюры металлической 75 миллиметров тор 70 миллиметров вот вот такого плана нам нужен оттенок на базу а вот это вот краски с которого мы будем уже выводить наш телесный цвет это тоже та же краска компания cittadel фирмы вот старый банк но это у меня до старые баночки просто я привык к этим отвинчивающийся крышкам и переливаю вот из подобных банок я переливаю так поэтому то же самое мы покрываем этим первым телесным оттенком но вот этот оттенок ты сам не мешаешь дал на глаз у тебя я просто уже давно использую мне когда-то подсказали как это делать ну какой цвет использовать так привык так и делал но также мы ну закрываем все оставшиеся участки и продолжим уже непосредственно то здесь все то же самое да мы кладем да просто целиком целиком тот первоначальный мы просто его как подложку использовали но сейчас надо равномерно прокрыть этим цветом и так саша мы подошли вот к такому знаменательному событию некоторых даже это вызывает панику да 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 это начинают руки трястись и вообще страшное дело это как раз глаза как же уже нарисовать глаза взятина рисовать некоторые говорят что в принципе не надо можно смысл можно не надо зачем зачем можно же с мывками да там если глаза вылеплены значит их надо нарисовать всегда приятнее если смотришь так вот издалека на миниатюрка она там прикольно а если ты ее возьмешь в руки потом и посмотришь у нее еще есть и глазки то так вот совсем кого свои советы по если глаза есть их надо рисовать то есть мы положили первый базовый цвет телесный теперь уже доить после того как он высох я нарисую глаза бояться то что они там как-то вылезают там за края не нужно этого бояться всегда можно все скорректировать проблемы в этом нет то есть ты не белым это делаешь да нет можно и белым в принципе здесь не так важно я же не показываю как там правильно подобрать цвет я показываю именно техническую сторону как это делается вообще конечно глаза ну в данном масштабе будет нормально выглядеть они не будут там казаться каким-то дико белыми бельмами вот и цвет не белым все-таки такой более кремовый и так ты просто вот кисточкой наложил общий заготовку заготовка цвет глазного яблока бит такой воды светлый сейчас она подсохнут и мы нарисуем точки для того чтобы нам обозначить границу радужки и верхняя века мы используем такой будем использовать такой вот коричневый цвет и мы обозначим наметим уже сами глаза то есть ты обводить буду дальше с гамнет обводить они будут нигде сделаю точку в середине глазик вот и для новичков советую глаза рисовать с направлением в сторону взгляд я попробую делать прямо сейчас то есть проще сделать в сторону проще сделал сторону да не надо центровая там как-то еще что-то я сделаю взгляд прямой прямой взгляд рисуем с одной стороны ну для меня да здесь возникнет вопрос там у некоторых скажем точку же можно разным цветом ставить да можно и глупо нет нет радужка у нас у глаза всегда темнее чем цвет самой радужки а у нас у глаза обводка у радужки есть своеобразная водка то есть но и зрачок ты стоит это я не зрачок ставлю это именно контур самой радужки вот ну вот некоторые на этом и заканчивает принципе ну классно веселенький чувак говорит даже не зомби ну такой где детский будет будет очень детский но прикольный прикольный вот нам надо значит вот теперь нам надо из детского делать что-то такое ну да по профессиональной более менее по профессионально давайте попробуем коричневатые глаза сделать прям сразу сходу вот такой цвет желтоватый горчичный на сделаем коричневые глаза коричневого цвета если нам вообще получится уместить здесь и зрачок и блик кто-то может сказать там зачем это надо да в таком масштабе надо должно быть есть глаз надо пытаться сделать так теперь мы берем черный для зрачка а вот это коричневый горчичным это что ты сделал цвет радужки типа у него таки светло-коричневые глаза а вот теперь ты зрачок теперь оставлю точку зрачка кисточкой ты работаешь одной вот этой все нет другая уже кисточка это единичка видимо было только она уже вылезла и стала уже как 30 когда мы делаем все эти процедуры нам надо стараться не задеть предыдущие то что мы нарисовали слои так или так сказать на детали которые мы выполнили нам надо стараться не испортить не закрасить но если мы ее что-то испортили всегда можно поправить заново рисовав это блик на на зрачке да да он ставится как бы должен вообще на границе зрачка и радужки но пока у нас это все выглядит вот так сейчас мы это будем править именно линии верхних ресниц править глаз верхнюю часть скрывать в этот момент когда мы правим у нас может скрыться и блик и зрачок что само собой потребует после этого переправки своеобразные здесь только да это какого надо делать делать и делать только здесь чтобы с первого раза это получилось даже опытных так скажем мастеров которые работают там расписывают миниатюр куда работают с миниатюрой у них тоже бывает часть часто там да с первого раза не получилось все-таки это очень мелкие такие вещи которые тяжело а мы с вами не станки сверх точные в этом с лазерным наведением поэтому ну сделали ошибку ну поправили потратили на эту лишние пять минут ничего страшно вот в общем-то глаза у нас нарисован теперь их осталось подкорректировать с нижней стороны сейчас собственно и сделаю чтобы у нас глаз не вылезал за свои пределы для этого я беру так тот подложечный цвет подводить так как он более темный им будет удобно закрыть вот это вот светлое все и и вписываем гладик между верхнего века уже не отвалился от подставки говорит о том что надо было заштифтовать так я вот все-таки решил не оставлять правый глаз там косым немножко его поправил не знаю сколько удачно мне это вышло теперь я начинаю тонировку глаз вокруг глаз поправляю базовый цвет и начну уже высветление самого телесного цвета фигурку надо практически постоянно вертеть в руках чтобы можно было подлезать удобно недоступные участки прокрашивать да если у кого-то там не позволяет зрение можно начинать там тренироваться красть такие вещи на больших моделях там на бюстах на фигурах на женских бюстах вообще будет здорово это называется боди-арт вообще-то боди-арт вот здесь теперь глазки я вижу начинают появляться до являться до здорово всегда когда кратишь иногда там смотришь не очень там иногда больше там тень так ложится что вроде непонятно ничего потом по другим углом посмотрел на вроде ничего вообще вот у нас такой есть это принцип если ты хочешь понять насколько ты хорошо сделал ты сфотографировали выложи куда-нибудь на какой-нибудь не за форум ну да и ты выслушаешь все что ну все что тебе думают и не только тебе пик все ну и вот в общем то что я хотел я сделал теперь я начинаю базовый оттенок добавлять более светлого такого не более светлого вот такой светлый цвет понемножечку буквально по такому количеству на вот это количество на палитре и осветляю слой заслойным я расписываю так сказать в технике лейеринг послойная раскраска да это лицо да ты мишина лицо и руки сейчас я могу то есть ты высветляешь носик сначала носик да ну то есть все светлые тона они наносятся на более выступающие участки тела здесь уже главное не потерять да тут слой который он да он да мы его и закрываем не весь либо закрываем таким более прозрачным слоем мы как бы можем всегда до тонировать перетонировать но лучше сразу оставлять чтобы не делать двойную работу в общем когда ты красишь ему не щекотно нет не знаю на сайте потому что фигурка улыбается она на самом деле вот это по идее злощего идущий с гранатой пистолетом почему-то он улыбается улыбается смотрю ты просто щекотишь его вот таким лыбу давит вот смотри точно точно прекрасно на самом деле иногда даже когда краешь фигурку можно там как-то мимику передать за счет росписи росписи раскраски кто как это называет кому как больше нравится на красе у нас вообще-то в основном забора для забора сейчас редко кстати красит ну да сейчас больше расписываем в граффити все во всяческие красивые и вот так вот слой за слоем мы вытаскиваем так с нас объем примерно у тебе вот слове так 7 там выходит по опыту можно вообще покрасить просто там в три грубо говоря этапа ну вот это на начальном уровне так сказать если ты ну там никогда не пробовал там расписывать там с тенями достаточно скажем так каких-то ярких акцентов там потом сделать проливочку и на этом все кончается а когда уже приходит опыт и глаз начинает понимать разницу по тонам тогда уже можно добавлять количество тонов делать по плавнее растяжку и может доходить там я не знаю там 8 оттенков будет все равно тонов вот и дальше все зависит от того что хочется получить в результате вот кстати я сейчас замешал более светлые забыл покрасить руки но это не криминально потом покрасим вот следующий я замешал светлый более светлый тон мы отступаем чуть-чуть вниз на носу и проводим кончику носа крылья носа выкрашиваем здесь проводим на нижнем веке на светлее полос губы подбородок то здесь уже ты начинаешь выписывать именно ну грубо говоря и рельеф лица лица складочки до прорабатываются на самом деле лицо может быть и достаточно такое плоское в плане самой скульптуры отливки да ну вот а потом уже в покрасе она выводится что-то более-менее такое естественное смотри он опять улыбаться стал ты ухо ему ему щекотно друзья надо с хорошим настроением подходить к этому делу вы будете угрюмо сидеть и у вас такие получатся да угрюмые у шлепки и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И опять точно так Постепенно все высветляешь Да, постепенно выхожу На более выступающие части лица Но опять же, Саша Здесь не должно пропасть То, что до этого было Да, но мы не перекрываем это полностью Мы же идем, грубо говоря, лестницкой То есть у нас все Тонировки сводятся на углы Как бы, грубо говоря Кисточку пора менять, судя по всему Слишком оставляет Полоски Помягче должно быть? Ну, как-то да У нее просто уже тоненький Настолько Конец этой кисти Что она уже чиркать Начинает как бы Ну, тонкие линии проводить Надо чуть-чуть более Чтобы Сильнее она разглаживала Растушевывая Все линии Здесь в уголках Я специально такие, как Морщинки, рисую Это придает дополнительный объем Лицу Вот эти вот полоски От нее вины Их можно, конечно, перемывать Там, замывать Таким вот образом Просто водичкой Сглаживать Это вот уже у нас Четвертый Тон Мы замешали И наложили На поверхность Везде проходим Где это нам нужно На шее На ушах На скулах В общем, на всех частях Головы и лица Берем еще более Осветляем краску Нашу И прокрашиваем У него уже видно Уже, так скажем Более выразительное Выразительное Это видно, конечно Сейчас я возьму Чуть-чуть Больше кисть Которую мы накладывали Базу Попробую Потому что Кистью Ну, очень Для тонких вещей Получается Обязательно следить Чтобы на кончике Кисти Не было Никаких ворсинок Их надо убирать Вот ее видно Здесь Если она попадет В краску Или там Уже на модель В краске Она прилипнет И оттуда Ее будет Очень тяжело Вытащить Саш, скажи, пожалуйста Сколько Ты старался По времени Да Вот так вот На лицо У тебя выходит В среднем На роспись одного лица Да Ну, я думаю То, что Где-то В пределах часа Одно лицо Я знаю Некоторые Но тут все Опять же Зависит от масштаба Если это будет Там 72 Масштаб То Побыстрее Потому что Само лицо Поменьше Голова Там Раз Наверное В 10 Меньше Чем у этой фигурки Я знаю Просто Некоторые Ребята Они сразу Выписывают лица Головы Покупают Отдельно И у них Они уже Как бы В наличии Есть Можно и так Но это Зачем Это надо Я же уже Говорил в прошлый раз То, что Если я начинаю Делать проект Какой-то Да Вот у меня Стоит Например Там Несколько Фигур Да Я их Поочередно Все Крашу То есть Покрасил Всем лица Покрасил Всем рубашечки Там Штанишки Да И так По очереди Делаешь Все фигуры Пока Пока Не буду готова Торопиться Некуда Надоело Можно просто Всех их Отставить Там Убрать Куда-то Заняться Там Другой Модель Какой-нибудь Позаниматься С ней Потом Снова Достать Ну Бывает Что Устаешь Конечно От Одной И той же От Одного И того же Проекта Так Практически Заканчиваем Роспись Лица Сейчас Делаю Предпоследний Тонировочный Слой После этого Я Нанесу Практически Вот такой Чистый Вот этот Цвет На Некоторые Самые Такие Выступающие Части И Закончу На этом Тонировку Лица Дальше Продолжу Рисовать Щетину У нас Офицер Вот этот Будет Щетинистый Ну Да Такой Свежевыбритый Она Кстати Щетина Очень Оживляет Да Да Мне Нравится Когда Я Щетину Ну Как-то Более Натурально Просто Начинает Выглядеть На Мой Взгляд Взгляд У всех Разный Кому-то Нравится Кому-то Не Нравится Мне Нравится Я Всегда Стараюсь Преукрасить Как Свойственно Любому Художнику Ну Или Творческому Просто Человеку Чем Нарисовать Опять Саша Давай Напомним Чем Кто Забыл Или Может Не Помнил Что Это Все Таки Фигурка Это Пластиковая Фигурка Да Это Пластиковая Фигурка От Компании Dragon Да Это Никакой Ну Это Не Смола Невер Линдон Не Что То Так Уже Можно Обычный Пластмас У Dragon Очень Хорошо Лицо Да Детализация Хорошая Для Пластика Очень Хорошая Одна Из Самых Там Которые Мне Нравится И Это Не Новый Набор Да Это Не Новый Набор Это 99 Год Может И Раньше Я Даже Не Знаю Как Не Задумывался Он Просто Лежал У Меня Долгое Время Как То До Него Не До До Руки А Тут Появился Повод Снять Скажем Так Материал По Росписи Почему Тут У меня Взгляд Упал На Коробочку Решил Снять Ну Время Пришло Видимо Да Да Настало Твое Время Вот И Сейчас Поправлю Немножко Носик Что Он Такой Яркий Нему С Этой Сторон Тоже Можно Немножко Не Сильно Это Все Приглушить Слегка Вот И Последние Тонировочный Слой Вот Такой Вот Цвет У нас Получается Прям Вот Как Из Банки У тебя Практически Да Он Просто Здесь На Предыдущем Слой Краски И Кажется Что Он Более Розовый Кстати Камера Все Так Чуть Чуть Передает По Другому Вот Но Поверьте Что Ну На Камере Может Быть Немножко Шумновато И Более Звонкое Все Эти Линии Могут Казаться Очень Резкими В жизни Оно Будет Все Равно Более Планно Глаз Так Не Улавливает Как Улавливает Камера Это Получается Вот Как Б Уже Крайне У Тебе Да Крайне Так Я Аспект Трехи Так Да Прям Уж Так Я Совсем Яркие Точки А Волосы У тебя Другого Цвета Ну да Это Просто Базовый Цвет Остался Как Грунтовый Можно Сказать Вот Собственно Для того Чтобы Нам Сделать Свежую Небритость Или так Чисто Выбритый Скажем Берем Вот Это Все Что У нас Осталось От Замесов Беру Черный Немножечко Краски Прям Чуть Чуть Вот Так Можно Чисто Черный Пройтись Он Будет Такой Прям Темная Щетина Получится Но Это Будет Не Очень Красиво И Замешиваю Вот Такой Вот Цвет Такой Синеватый Потому Что Когда У Мужчины Хорош Хорошо Борода Растет Когда Он Брится У него Синева На Щеках Кажется Со стороны Особенно Если Он Замерзший На Улиц Идет У него Синий Светится Потому Что Кожа Блин Старая Все Замерзло Какие Ассоциации Тебе Смотрели Ну Как-то Да Тут Не Тоже Ассоциации Там Иногда Даже Едешь Где-нибудь Идешь Смотришь На Людей На Лицо Когда Они Выглядят И Потом Там Фигурах Даже Пытаешься Что-то Передать Как-то Выкрасить Это Интересно Ассоциируясь С Увиденным Да И Когда Вот Скажем Не пытался Перенести Знакомых Там Каких-то Нет Это Очень Тяжело Потому Что Скульпт Уже Задан Да И Как-то Передать Кого-то Ну Если Столько Покопаться Пусть Какие-то Головы Готовые Попытаться Их Сюда Вырисовать Ну Тяжело Будет Продолжаем Делать Щетину Решили Немножечко Притемнить Тушь Явно Светлый Можно Точечками Рисовать Кому Как Нравится Если Не Нравится Можно Просто Взять И Перетонировать Заново Мне Что-то Не очень Нравится Надо Поправить Сейчас Очень Похож Он На Капитана Какого-то Подводной Лодки Такого Судна Возвращается Из Похода Ничего Нормально Мне он Нравится У У У 5701 Ну Жестковато На самом Деле Может Сюда Немножечко Добавить Коричневого Сейчас Мы Попробуем Это Сделать Сделать Может Нам Это Подсобит Каким-то Образом Теперь Мы Прокрасим Ему Губы Даже Я бы сказал Губу Мы Разводим Такой Цвет Красный Темный И Проведем Ему Верхнюю Лобу Какуда Крови Напился Что-то Не то Что-то Не то Сейчас Мы Это Поправим Нам Надо Замешать Базовый Цвет Ну Не базовый А телесный Который Это Не бояться Да Не бояться Не надо Даже Мы Задели Всегда Можно Поправить Каким-то Образом Скорректировать Это Все Проблем Нет Вообще Веселый Парень Получается Как бы Мы Не хотели Его Сделать Серьезным Все-таки Ты его Перещекотил Немножко Перещекотил Не проблема Пытаемся Подрумянить Его Немножечко Яркими Цветами Это Делать Нельзя Да Яркими Нельзя Они Такие Полупрозрачные Тона Немножко Мы Приглаживаем Здесь Как бы У нас Здесь Идут Скулы Щеки Здесь Как Впадины Такие Как Слегка Нужно Немножко Красного Взять Попробую Сюда Добавить Не такого Все-таки А более Красного Я Прям Набор Такой Да Рэппэйм Ну да Такой Набор Красных Красок Это Шести Цветов Да Это Фирма Андрея Они Очень Хорошие Матовые Краски Мне Нравится Здесь Вот Этим Красным Проходим Уши Это Как Смывка Примерно Да Наподобие Что-то Смывки Мы Просто Аккуратно Почему Наподобие Смывки Потому Что Мы Здесь Не Прокрасили Это Больше Даже На Фильтр Похоже Получается Да Здесь Вокруг Нос Прокраснение Сделаем Губу Немножко Еще Раз Уже По-другому Она Будет Более Живая Вокруг Носа Проведем Еще Немножко Ушки Верхнюю Часть Уши У нас Когда Уши Краснеты У нас Мочка Не Краснеет А Краснеет Если Я Не Ошибаюсь Да Вроде Бы Верх Ну Даже Если Я Делал Это Неправильно Все Равно Будет Смотреться Достаточно Выигрышно Я Думаю Что Мы С Вами Продолжим Еще Делать Подобного Рода Выпуски И На Канале Феррористы И На Канале Криворучки ТВ Непосредственно На Моем Там Мы Будем Разбирать Вам И Ждать На них Ответы И Заглядывать В ответ А не Просто Написать В комментариях И Спрятаться Вот А именно Отслеживать Если Вам Это Нужно Ну Вот Здесь Немножечко Можно Зарозовить Ему Подбородочек И Немножко Я Все Таки Добавлю Нос Мне Очень Нравится Когда Носы Такие Аж Сизые Получается Будто Они Любят Выпимшие Да Выпимшие Мальчишки Немножко Все Таки Война Надо Снять Стресс Вот Они Значит 100 грамм Наркомовских На грудь И Вперед Точно Наркомовских Ну Это Я Так А В общем Да Будто Бы Такой Вот У нас Получается Опять Желебят Надо Все Это Смотреть В целом Потому Что Ну Вот Здесь Свет Я Вот В Камеру Смотрю Скажем Так Совсем Другой Оттенок Получается Нежели Вот Под Лампы Просто Вот Вживую Вот Видите Даже Когда Лампу Убираешь Получается Совсем Другие Тени Так Что Освещение Это Очень Важно Ну Просто Камера Она Засветляет Получается Засветочка Такая Своеобразная Вообще Надо Ходить На Выставки Желательно Смотреть Литературу Смотреть Картинки Изучать Матчасть Желательно Но Здесь Точно Надо Потому Что Мундир Все-таки Надо Знать Как Красить Да Это Обязательно Нужно Знать Потому Что Тут Сразу Начнутся Обсуждения В интернете Если Выложишь Такую Работу Интернет Скажут А Там Накрасил Не Того Так Что Делаешь Там Куда Смотришь Не Стоит Ну И Вообще Для Расширения Кругозора Полезно Сейчас У нас Уже Ты Хочешь Оттонировать Волосы Ну Немножко Наметить Линию Волос Да Я Закрашу Всю Вот Эту Вот Так Растительность Которая Должна Быть Я Закрашу Один Цвет Темно Коричневый Церульник Вот Так Под Стриг Ну Да Полубокс Полубокс Да Или Под Горшок Ну Вот Собственно Горят Что тут Ну Это Опять Это Не Конечно Это Не Конечно Да Потому Что Волосы Еще Будут Прорисовываться Под Тонироваться Вот Опять же Руки У нас Вот На краю Стола Чтобы У нас Ничего Не тряслось Не Не Дрыгалось И так далее Руки Зафиксированы На краю Стола Забыла Об этом Сказать Вначале Лучше Позно Как говорится Чем Никогда Ну Лицо Соответственно Вот Мой Ноготь И Вот Голова Да Размер Очень Маленькая Так Сейчас Я Быстро Оконтурую Фуражку Прям На Ваших Глазах А какой Цвет Там Черный Используется Не Просто Черный Да Можно Иногда Смешивать Коричневый И Черный Ну Чтобы Не Был Такой Явный Прям Черный Резко Контрастный А вот Эта Акантуровка Для чего Делается Чтобы Уже Просто Разделить Детали Чтобы Они Не Сливались Друг Независимость Какой Там Цвет У Фуражки Можно Вот Таким Сделать Да Ну Потому Что У нас Потом Это Линия Контурная Как Б И Вообще Я Сейчас Закрашу Всю Фуражку В темный Цвет Все У Нас Он Будет Такой Серо Синий Немецкий Ну Околышек У них Такой Черный Вроде Да Вот Козырек Нет Козырек И Околышек Вот На чем Да Да Это Поле Как Раз Черное Ну И Всегда Она Следит За Краской Там Периодически Добавлять Нее Палитру Воду Чтобы Она Не Сохла В Процессе Работы Вот Некоторые Пользуются Как Раз Палитры Мокрой Да Есть Мокрая Палитра И В некоторых Случаях Она Наверное Даже И Удобнее Чем Вот Тот Способ Которым Пользуюсь Я К сожалению Привык К этому Способу И Пока Что Как То У Меня Не Удается Мне Перейти На Мокрую Палитру Говорят Для Больших Проектов Очень Удобно И Тонировка Половнее Получается Переходы Да И Время Жизни Замеса Увеличивается Потому Что Краска Лежит Грубо говоря На мокрой Подушке И Она Не Испаряется Так Она Все Время То На мокром Вообще Залог Хорошо Покрашенные Фигуры Это Никуда Не Торопиться И Сделать Аккуратно Лучше Потрать На 5 Минут Больше Чем Потом Выбрасывать В Помойку Получилась Вот Такая Голова Давайте Мы Со Всех Сторон Али Посмотрим Ну Все Таки Баланс Белого Передает Неправильно Это Техника Это Техника Но Мы Сделаем Отдельно Вам Скриншоты На Которых Подробно Можно Это Рассмотреть Ну Что Друзья Вот Такой У Урок С Вами Вышел Опять Спасибо Александр Следующим Урок Мы Уже Наверное Перейдем Как раз К Мундиру Наверное Да Всем спасибо За просмотр Оставляйте Оставляйте Комментарии Ставьте лайки Собирайте Модели Всего доброго Субтитры Субтитры